Минфин направил 20 иностранным и 3 российским банкам запросы предложений на оказание услуг по размещению облигаций России за рубежом. На текущий год в бюджете предусмотрены внешние заимствования объемом до 3 миллиардов долларов. Однако так ли нам нужны эти займы? Об этом накануне ТВ рассказал экономист, экс-зампред счетной палаты, эксперт Московского экономического форума Юрий Болдырев. Эксперт указывает на то, что нам эти 3 миллиарда долларов не так уж необходимы, чтобы занимать их за рубежом. У нас есть пока и другие более важные проблемы. У нас профицит торгового баланса сейчас. У нас нет проблемы в том, что не хватает валюты на текущие закупки чего-то жизневажного. Есть проблемы, что покупаются вместо технологий, станков и оборудования ширпотреб. У нас проблема необходимость перестройки всего содержания внешней торговой деятельности. Для этого должны быть Министерство промышленности, экономики, торговли с совершенно другими людьми, с другими целями, задачами, намерениями, критериями оценки деятельности. Но есть ли этому альтернатива? Юрий Болдырев считает, что альтернатива, конечно, есть. Ведь ни на уровне власти, ни на уровне госкорпораций, ни на уровне топ-менеджеров роскошество пока не уменьшилось. То есть сначала пресекается всякое роскошество в ней, осуществляется жесткое дело в шаризации и так далее, а только после этого можно начинать обсуждать, можно ли заимствовать за рубежом, особенно в сегодняшней внешнеполитической ситуации. И с моей точки зрения, это тот вопрос, который может и должен стать одним из ключевых во время предстоящей избирательной кампании. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok